Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блядь, деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Братан, а кто это с тобой в скобки играет? О, Кэп, это мои старые школьные еще друзья, да. Один из них меня постоянно бил в школе, а я бил второго, так и дружили, да. А ну погоди, Рокутагин, ты же говорил, что с Коброй тебе неинтересно играть. Ты знаешь, как, да, неинтересно, но я играю. Ха-ха-ха, да. Ну, когда дело доходит до первой-второй лиги, то извините меня, как бы, я не хочу быть вне меты. С метой оно как-то надежнее и стабильнее идет. Поэтому, почему бы и нет, будем играть с Коброй Страйкером. Ведь по заверению не только разработчиков, но и многих моих подписчиков, которые, я полагаю, уже приобрели этот аппарат, это не имба. Не, ну что вы, ни в коем случае, это баланс. Это, это, это нормально. Так что, как бы, кто теперь мне что предъявит с ваших слов, это отличная пушка. Балансная. Да. Как я понимаю, это видео будет еще одним доказательством баланса нового Коброй Страйкера. Ты знаешь, как, возможно, так оно и будет. Если будет что-нибудь, скажем так, ну, странное, выходящее за рамки стандартного представления о медике, то, да, это будет явным подтверждением тому, что Коброй Страйкер, мягко говоря, уникальная пушка, и такого у медика никогда не было. Но, действительно, у медика никогда такого не было. Никакой ЮСАС в свои самые имбовые времена, никакой УСКОН, никакой Киллтек и даже ЧАП, по моему мнению, рядом не стоят. Это, знаете, взять ЮСАС в свои лучшие годы. Эх, блин. Ну, тут хедшот уж, извините. Взять ЮСАС в свои лучшие годы, когда он был имбов. И СИКС-12, когда он тоже был достаточно имбов. И соединить их. То есть, на всех дистанциях, в упоре вообще ваншот, это и есть Коброй Страйкер. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Да. Да. С Хэви Рейном-то не забалуешь. Ну да, Хэви Рейн, извини меня, чё это, это не нубы какие-нибудь, это ребята серьёзные, уже не первый год в деле. Вот, у них, конечно, там разные составы. Одни вообще турнирные, другие обычные. Третьи, может, просто крабят. Но, тем не менее, совсем каких-то там слабых игроков, я думаю, ну, почти нет. Все они играть умеют, так что противники достойные. Так. Да, блин. Сейчас я должен был вставить какую-нибудь популярную фразу. Или написать это, может, на превьюшке в стиле МС Серёга не пришёл на КВ. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, я помню, было такое время, писали такую эту тему, я не знаю, это приколюх какая-то была, или чё, но это было угарно. По-моему, они только в длину пошли. Ну, кстати, ты знаешь, наверное, ты прав, да. Ну, на всякий случай, иногда стоит проверять мост, слушать. Ага. Граната пошла! Граната! Да, блин, не ты смотри-ка, они не заходят. Интересно, как они пойдут? Мне кажется, в любом случае, они сейчас сюда залетят. По-любому, с длины вот сюда залетят. Так, интересно, инженер наш справится? Давай, братишка, давай. Нет, он не справился немного. Зато лежит красиво на столе. Так. Ай-яй-яй, сзади уже тихо. Да, уки! Эх, давай, сука! Не балуй! Да! Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Ой, ну ладно, ладно. Повезло, Нубу, раз сто лет фликшотом в прыжке попал. Ну, повезло же. Да! Повезло, друзья. Нет, честно, повезло, потому что я не снайпер и как бы, ну так, решил от балды стрельнуть фликшотом, думаю. Попаду, не попаду? Попал, надо же. Хотя, честно говоря, чей так жало для меня, пушка сложная. Многие из вас удивятся, как чей так жало может быть сложным. Ну, вот так вот, блин, не знаю. Неудобный он для меня. Но получилось, и это самое главное. Так. Если честно, друзья, любой фликшот это всегда удача. Кто бы вам что ни говорил. Фликшота это все равно. Это как минимум, ну, процентов 30 это точно должна быть удача. Ты один. Я знаю. Так, ладно, потеем. Так, нефиг рессать. Готов, мой сладкий. Ага. Давай, давай, давай. Да ну, блин, я не убил его. Ага. Готов. Ну, че, рискнем? Да ладно. Да, Рикел. Ну, а лодосы явно понимают толк в хорошем оружии. Да. Не так ли, братишка? Конечно, в балансе. Вот, друзья, скажите мне, с какой пушкой можно было такое проделать? На вот таких дистанциях убивать противников, а потом вот так вот двоих за этим кубом просто нагнуть. Я не знаю такой пушки. Такой пушки никогда не было. Никакая Сайга в свое время. Никакой ЮСАС. Это все, это просто, это не котируется по сравнению с этим. Это абсолютно имба. Серьезно. Никакая Берета РХ, никакой Крис Супер Бэк Кастом. Я не знаю ни одного оружия, которое было бы способно на такое. За всю историю Warface. Так. Да, пацаны, пожалуйста, давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Давай. Рейден, давай. Сука. Вот так вот, красава. Иначе отпинаю, как в школе, понял? Да. Ты думаешь, что эту пушку все-таки пофиксят или нет? Кэп. Я не знаю. Но, честно говоря, я сомневаюсь. Нет, это явно имба, но это вообще перебор. Но проблема в том, что Алодусы наверняка устроят какой-нибудь опрос, а потом всех соберут и скажут, ну вы знаете, только 52% людей за то, чтобы пушку фиксили, поэтому мы не будем рисковать, да. Проблема в том, что это оружие в боевом пропуске, а многие не просто как бы, ну, потеют в боевом пропуске, они поняли, что эта пушка абсолютно имба, хотя они теперь это, конечно, отрицают, и они, скажем так, свои кровные докинули, чтобы побыстрее эту пушку получить, да. Потому что в боевом пропуске ни одна пушка не является такой имбовой. Никакая альпина, никакой квадроцикл, это все такая фигня по сравнению с вот этим. Это фигня все, серьезно. Кобра это абсолютно имбище. Вот. И, конечно же, люди купили, люди ощутили, люди поняли, люди нифига себе. Раньше я был на 10-й лиге, теперь я уже на 5-й. А ты участвуешь в Ивинти охота на знаменитость? Кстати, да, да. Друзья, я участвую сегодня и завтра. Вы можете меня найти на ангаре. Нажимаете «Быстрый поиск ангар», и, собственно говоря, есть шансы, я думаю, не самые маленькие, если вы будете ангара играть, там, хотя бы, не знаю, час-два, там, будете искать комнаты. Вы меня найдете на ангаре? Да. Я играю ивент, участвую в Ивинти охота на знаменитость. Вот. Если вы пойдетесь за меня, вы можете вместе со мной сражаться и получите какие-то плюшки, там, на сайте написано. Вот. Если вы будете против меня, вы тоже можете меня нагибать и побежать в мою команду и тоже получать плюшки. Давайте, пацаны, я вас верю. Давай, давай. Не-не-не, аккуратно. А, все, один кроет, нормально. Нормально, нормально. Так, сзади. Ну, вообще перфекто. Красота. Вообще молодцы, ребят. И Букенти, готовься. Я приду на ангар, надрать твою старую задницу. Да, 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 да. Посмотрим, что произойдет. Буду ждать, понял. Вот так вот, друзья. Кобра и Страйкер, спешл, вот этот, кастом, он определенно не имба, ну, вы понимаете, да. И я думаю, его не пофиксит, потому что 52% игроков, это слишком мало для принятия каких-то важных решений. Но, давайте не будем о грустном, давайте о позитивном. Приходите и нагибайте. Ивент охота на знаменитость. Я в нем участвую. Сегодня и завтра. 27 и 28 число. Жду вас. Увидимся с вами.